Глава Республики Егор Борисов дал пресс-конференцию на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня». Главная тема – стратегия развития Якутии до 2030 года. Какие вопросы задавали федеральные журналисты, руководителю самого крупного региона страны. Содержание пресс-конференции в обзоре Влада Давыдова. Одним из первых прозвучал вопрос о дальневосточном гектаре. Егор Борисов сказал, что повышенного спроса на оформление земель в Якутии не наблюдается, однако заинтересованность есть. Более того, глава Республики добавил, что, пользуясь случаем в регионе для расширения земельных площадей, ввели свои механизмы поддержки. Лишнее подсолненное хозяйство. Если хотят расширять свое хозяйство, то в этом случае мы даем возможность заявлять по 2,5 гектара земли. Соборно земель, если они непосредственно заявку делают, то мы их будем поддерживать. Кроме того, для крестьянских фермерских хозяйств, если они хотят расширять свое производство, то 20 гектаров земель мы тоже им бесплатно предоставляем. Далее корреспондент Интерфакса спросил о создании в Якутии IT-парка. Борисов ответил, что проект очень важен для развития высоких технологий, так как сегодня специалистам, работающим в этой сфере, не хватает материальной базы. Они занимаются производством программ, они занимаются производством игр, производством анимационных фильмов и так далее. То есть у них есть определенный живопыт и производство, они участвуют на рынке международном. Но, к сожалению, той материальной базы, которой хотелось бы, чтобы они разворачивались, пока нет. Поэтому принято решение создать такой IT-парк. Проект сегодня разрабатывается. Мы думаем, что в 2017 году начнем строить и в 2019 году закончим. СМИ затронули вопросы о деятельности в Якутии «Газпрома». Егор Борисов озвучил, что компания на территории республики занимается обустройством чаяндинского месторождения и начинает строительство газопровода «Сила Сибири». Привлекают ли при этом местные трудовые ресурсы? Да, они привлекаются. Они сегодня выполняют определенную подрядную работу по строительству газопровода. Они занимаются в определенных работах, которые непосредственно занимаются инфраструктурой. Отдельным пунктом остановились и на главной теме пресс-конференции – стратегии развития республики до 2030 года. Как известно, над комплексным документом сегодня в регионе трудятся чиновники, ученые и эксперты. Помимо ряда основных целей, какова главная задача стратегии? Сегодня развитие местного производства в связи с тем, что любимая доля населения именно охвачена местным производством, с учетом особенностей территории будем поддерживать именно развитие предпринимательской деятельности, развитие местного производства. В этом заключается весь смысл этой стратегии. Напомню, что подобные встречи с федеральными изданиями Егор Борисов проводит традиционно. За полтора часа пресс-конференции коллеги спрашивали про мост через Лену, об экологии, медицине, молодежной политике, кинематографе и о многом другом. Влад Давыдов, НВК Саха, Якутск.